Добрый день! Это третье видео из курса «Простое кино». В прошлом видео мы рассмотрели установку для съемки анимации и способ создания анимации под названием «Перекладка». Сегодня я вам покажу, что делать со снимками, которые у вас получились. Начнем с того, что вам потребуются две бесплатные программы – Earphone View и VideoPad. Earphone View – бесплатный фотоэдактор с опцией пакетного преобразования фотографий. VideoPad – бесплатный видеоэдактор, работающий почти на любом компьютере под управлением Windows или iOS. Вы можете скачать их по ссылкам в описании к видео. Начинаем с того, что открываем в крыльнике кадры анимации, скопированные с вашего фотоаппарата. Открываем один из них с помощью Earphone View. Правой клавишей на фотографии – открыть с помощью Earphone View. В моем случае кадрирование снимка не идеальное. По краям остались лишние полосы. Нам их необходимо обрезать. И не только на одной фотографии, но сразу на всех. Для этого сначала выделим рабочую область. Подводим курсор к краю рабочей области, зажимаем левую кнопку мыши и протягиваем выделение по диагонали. Теперь нам надо подогнать выделение под соотношение сторон 16 к 9. Наверху крайняя правая цифра – это результат деления 16 на 9. Нам нужно сдвинуть края выделения так, чтобы это число стало равным 1.778. На любых размерах листа, на любых размерах фона эта цифра будет одинаковой. С помощью левой кнопки мыши сдвигаем края выделения. В том числе и на это нам нужны были те самые 10% нерабочей области фона, о которой я говорил в прошлом видео. Когда готово, нажимаем файл – Batch Conversion. Это окно пакетного преобразования файлов. Наверху слева выбираем первый пункт. Это именно пакетное преобразование. Формат файла оставляем JPEG и отмечаем галочкой следующую вниз опцию – это расширенные настройки. Добавляем все фотографии из нашей папки или выделяем необходимые и добавляем только их. Заходим в расширенные настройки. Сначала нам нужны параметры обрезки фотографии. Ставим галочку напротив опции Crop и нажимаем «Получить данное выделение». Во все графы сразу подставляются значения выделения, которые мы сделали ранее. Далее ставим галочку напротив Resize. Это пропорциональное изменение размеров изображения. Нам нет необходимости работать с огромными фотографиями. Достаточно их уменьшить до размера будущего видео. Выставляем точку напротив Set Long Size 2. Установите размер длинной стороны. И пишем 1920. Это будет разрешение нашего видео по горизонтали. Разрешение по вертикали установится автоматически. При необходимости здесь же можно повернуть снимок налево или направо. Отразить его по вертикали или по горизонтали. Все готово. Нажимаем «Ок». Теперь нужно установить папку, в которую будут загружаться наши обработанные снимки. Используем опцию «Use Current Folder». Использовать данную папку. И в конце строки выше пишем название для подпапки, в которую загрузится результат работы. Например, «Кроп». Все готово. Нажимаем «Старт банч». Начать обработку. И ждем некоторое время. Возможно, в первый раз это покажется сложным. Но впоследствии это делается быстро и легко. Внимание! Если мы делаем черновой вариант видео, или у нас сразу все правильно кадрировано, всю эту часть можно было пропустить. Готово! Теперь можно убедиться, что все получилось верно. Все хорошо. Пора переходить к созданию видео. Открываем «Видео редактор» «Видеопад». Создаем новый проект. И сразу же сохраняем его в нужную нам локацию. Меню. Файл. Сохранить файл проекта как. Выбираем местоположение и название для проекта и нажимаем «Сохранить» или «Энтер». Теперь нам надо добавить в проект наши снимки. Слева сверху в окне «Видеофайлы» щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем «Добавить последовательность картинок». С помощью кнопки «Обзор» выбираем папку, где находятся обработанные фотографии. Щелкаем выбор папки. Теперь необходимо задать частоту кадров. Вы снимали 8 кадров в секунду? Если да, то пишем 16. Потому что программа не поддерживает частоту кадров ниже 10. Вот такая ее особенность. Здесь же мы можем избавиться от бракованных кадров. Просматриваем свое видео и находим «Брак». И нажимаем кнопку «Убрать». Нажимаем «Импорт». Зажатой левой кнопкой мыши перетаскиваем импортированные кадры в окно «Видеоряд». Если мы установили удвоенную частоту кадров 16 при 8 снятых, то щелкаем правой кнопкой мыши по видео «Изменить скорость клипа» и устанавливаем 50%. И, наконец, можно сделать экспорт нашего видео. На главной панели наверху есть кнопка «Экспортировать видео». Нажимаем ее. Выбираем файл «Видео». Устанавливаем имя файла. Куда будем его сохранять? Выбираем шаблон. Универсальный шаблон — это HD 1080i. Частоту кадров лучше выставить кратной тому, в котором вы делали мультфильм. Для 8 кадров в секунду — это будет 24 кадра в секунду. И нажимаем «Создать». Ждем, пока видео кодируется. Смотрим, что получилось. Все отлично. На этом заканчивается третье видео из курса «Простое кино». В следующем, заключительном видео базового курса, мы рассмотрим создание эффектов и переходов для видео, наложение текста, озвучание, наложение фоновой музыки и загрузку видео на YouTube. Всем спасибо за внимание!